Мугу маку чипиясмита 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 Всем привет, с вами снова Руна Ким и это учим корейский язык вместе со мной Поехали! Итак, сегодня мы с вами выучим окончание и просто сокращенно Что в это означало? Это переводится как не так ли? Либо так ведь? Это добавляется глаголом и прилагателем. Мы добавляем к существительным то сначала после существительного идёт и только потом Например Это ведь Лариса, не так ли? Вообще, честно скажу это не сложная грамматика Можно часто услышать, что как корейцы говорят там Типа это разве не вентота 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 Поэтому поехали дальше Окончание Либо просто нин Что это? Это окончание мы добавляем глаголом чтобы сделать его прилагательным Вы, наверное, все знаете как будет красивый Епда Да? Красивый Епда мы используем, как я вам уже говорила, когда мы хотим сказать, что красивая девушка либо какая-то красивая одежда Но парней мы так не можем называть Если мы хотим сказать, что парень красивый то говорим ЧАЛСЕНКИДА Слово ЧАЛСЕНКИДА означает красивый в смысле парень красивый Стильный будет МОСИТТА МОСИТТА Стильный МОСИТТА Милый КЁПТА Ну а теперь если мы хотим сказать рост это будет КИГА то есть КИГА переводится как рост Теперь скажем высокий это будет КДА то есть КИГА КДА ВЫСОКИЙ РОСТ ЛИБА КИГА ЧАКТА то есть НИЗКИЙ РОСТ то есть ЧЕДОК МАЛЕНКОГО РОСТА как будет волосы? Волосы будут МОРИГА так вот длинные волосы МОРИГА КИЛЬДА короткие волосы МОРИГА ЧАКТА то есть короткие волосы стройный НАЙШИНХАДА толстый ТУНТУНХАДА а если мы хотим сказать просто худой человек то говорим МАРЫДА даже мне кажется слово такое неприятное МАРЫДА ну а теперь будет самое сложное сегодня мы будем с вами учить одежду когда мы хотим сказать про головной убор то есть носить головной убор, одевать головной убор в русском языке все одевать одеть шапку, одеть куртку в корейском языке чуть ли не на каждое слово либо на каждую часть тела используют разные слова одежда это ОТ ОСЫЛЬ ИПКО одевать одежду, просто одевать одежду брюки будет ПАДЖИ юбка если мы хотим сказать обувать либо одевать обувь обуваться грубо говоря это будет ШИНБАРЫЛЬ ШИНТА ШИНБАРЫЛЬ это переводится в принципе как туфли то есть ШИНБАРЫЛЬ ШИНТА одевать обувь либо обуваться но конкретно как туфли есть слово это КУДУ КУДУ это туфли кроссовки, мне кажется, вы все запомните УНДОМХАДА это заниматься спортом УНДОМХА это кроссовки ну а теперь чтобы сказать одевать головной убор ну или там одевать шапку МОДЖАРЫЛЬ СЫДА СЫДА одевать то есть на голову одевать очки АнГЕОНГЛЬ СЫДА то есть опять же СЫДА то есть это голова грубо говоря запомним это так, что это связано с головой поэтому будет СЫДА МОДЖАРЫЛ СЫДА АнГЕОНГЛЬ СЫДА одевать шапку либо одевать очки мальчики завязывать галстук завязывать галстук ну а завязывать шарф или одевать шарф это будет совсем по другому это будет МОКТОРИРЫЛ ХАДА ХАДА как делать, да? МОКТОРИРЫЛ ХАДА то есть сделать шарф если мы хотим сказать носить сумку то это будет КАВАНГЛЬ ТЛЬДА носить сумку КАВАНГЛЬ ТЛЬДА и для тех, кто спрашивал давайте выучим с вами несколько цветов красный цвет ПАЛЬГАНСЕК желтый НОРАНСЕК черный КОММЕНСЕК белый ХИНСЕК вообще честно говоря вы можете вбить в гугл Google Translator да, сверху там есть такая кнопочка там вся переводчик нажимаете и пишите любой цвет и он вам выдает цвет если вам такая же сложная хотя, чё сложного но, кстати, для тех, кто хочет знать как будут джинсы, а не брюки то джинсы будут ЧОНГ ПАДИ то есть ПАДИ это брюки а ЧОНГ ПАДИ это джинсы итак, поехали мы с вами выучили новые слова теперь мы можем сделать любой глагол в прилагательное например поехали СУЧИН СИГА НУГУЕЙО кто такая СУЧИН да, или кто это СУЧИН вот вы стоите с каждой вечеринки и вы спрашиваете кто такая СУЧИН и ваш семседник вам отвечает СУЧИН СИГА ЧОГИ КИГА КЫН САРАМИЙО СУЧИН это вон тот высокий человек КЫДА это больше как глагол а мы сделали его прилагательным если вам сложно это понять то объясню, что вообще в корейском языке как таких прилагательных нет есть ГЛАГОЛ т.е. глаголы действия глаголы описания то есть они делятся от определенных глагол т.е. для нас стандартная ЕПДА красивый ведь для нас переводится это как прилагательное на русском языке звучит как прилагательное В корейском языке это звучит как глагол например, вы хотите просто сказать красивая вещь то мы можем, конечно, сказать что ОСЫЛЬ ЕХОЙО то есть вечь красивая Если вы хотите сказать, одела красивую одежду, то вы говорите В прошлом времени, что одела, да? Следующий пример Тебе нравятся короткие волосы? И вы говорите Нет, я люблю длинные волосы Видите, все просто То есть мы берем глагол, убираем окончание И добавляем к нему либо Либо просто Ну а теперь, если вы хотите Сказать вообще, носить, да? Что-то носить То это будет Сейчас в примере вам объясню Например, вы хотите опять же сказать, да? Кто такая там? Аня, да? И вы говорите Аня та, что носит Или одета, да? В белую юбку Белую юбку, видите? Значит, это Аня Понятно? Вот так все просто Я вам серьезно говорю В корейском языке просто Просто выучите эти вещи Вместе со мной Повторяйте Потренируйтесь с друзьями Там, попросите, чтобы они вас спросили Типа, кто это? И опишите тот человек Что этот человек носит там Красные джинсы Там, я не знаю Там, да? Белую футболку И вот И все будет вообще просто Поэтому Я вас всех люблю Оставайтесь со мной Надеюсь, это не было слишком быстро для вас Надеюсь, вы все смогли запомнить Если нет, поставьте на палку Промотайте Посмотрите еще раз Я вас всех люблю Все будет супер круто Видите, я даже легко одета Потому что вновь все теплы И я надеюсь, что наконец наступит лето И будет вообще клевая погода Поэтому Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok